День добрый, уважаемые садоводы! Осень, сентябрь уж наступил. Первая декада. Скоро закончится. Пришла пора подвести некоторые итоги своей деятельности или бездеятельности. Ну вот, бездеятельность выразилась. В частности, у меня, что касаемо яблонь, это вот в плодовой гнили. Плодовая гниль, вот это само грибковое заболевание, оно переносится по ветру. Появляется, особенно интенсивно появляется, в жаркую, влажную погоду. У нас, конечно, не тропики, но, тем не менее, есть такая болячка у деревьев. Ну, чем она опасна? Ну, то, что вы можете потерять урожай, это полбеды. Вы можете потерять дерево, потому что плодовая гниль – это грибковое заболевание. И вот этот грибок, он может перенестись через полдоножку на само дерево, на веточки и на стол дерева. И погубить дерево в целом. Ну, это, если уже совсем сказать крайний случай. Что надо предпринимать? Ну, вот сейчас после сбора урожая, после сбора урожая, значит, на деревьях еще есть листочки. И вот после сбора урожая я обработаю это дерево, значит, однопроцентной бордовской жидкостью. Соответственно, весной, весной, когда еще не будет листочков на дереве, но уже будет достаточно тепло, дерево я обработаю трехпроцентной бордовской жидкостью. Ну, и также можно обрабатывать медным купоросом по инструкции, или же с препаратом Хорос. Ну, тоже по инструкции. Вот здесь мало очень плодов, у меня на трех деревьях поражено плодовой гнилью. По той простой причине, что по весне я один раз успел обработать, значит, когда еще не было листиков на дереве, я успел обработать, значит, дерево противо этим грибковым препаратом. А когда появились листики, ну, закрутился, завертелся, не успел. Ну, тем не менее, тут десяток вот таких вот плодов вот на здесь, на трех деревьях. Остальное все нормально. Нормально. Если бы обработал, наверное, два раза бы успел за сезон. Ну, по осени обязательно обработаю, и я думаю, что на будущий год проблем не будет. Да, кстати, когда вы будете обрабатывать ваше растение, яблони в данном случае, бордовской жидкостью, или там препаратом Хорос, обрабатывается не только вот листва, если она уже вышла. Обрабатываются также веточки, обрабатывается ствол, и обязательно обработать какой-то участок под деревом. Потому что вот эта вот бактерия, которая, значит, называется, грибок, который, значит, называется плодовая гниль, она очень живучая и хорошо зимует. Зимой она не вымерзает. Ну, само собой, надо будет собрать листики, почистить под деревом, чтобы там всякая зараза в этой вот опавшей листве не собиралась. Как я уже говорил, у меня на участке растет два сорта. Опять же, не знаю, какие. Вот, два сорта яблок. Одни. Один сорт, это который скороспелый, ранний, который уже собран, который уже почти что съеден. И второй сорт, это вот этот вот, который более позднего созревания, и он уходит у нас, как обычно, хранение в зиму. Хранится неплохо. Часть перерабатывается там на заготовки домашние, там всякие. Вот. И, значит, в этом году, в этом году, ну, как я уже говорил, яблок, таких вот полукультурок есть. Что здесь интересно отметить? Если мы вот яблочко этой сортовым посмотрим на него, оно как бы накрыто таким белым налетом покрыто. С вашего позволения. Вот. Когда я буду собирать яблоки, я ни в коем случае не буду их вытирать и удалять этот налет. Вот эта вот восковость позволяет яблоку дольше сохраняться. И второй момент. Сейчас мы это яблочко разрежем. То есть ни мыть, ни сушить, ни снимать я не буду. Сейчас это яблочко разрежем. И посмотрим семечки. Семечки не совсем темно-коричневые должны быть. Вот. Поздновато немножко я их собираю. Они должны быть чуть-чуть светло-коричневые. А вот нет, все-таки что они более светло-коричневые. Нежели темно-коричневые. И эти яблоки вот с этими именно более светлыми семечками будут у меня дольше храниться. Ну вот, уважаемые телезрители, наверное, и все. Ну, богатых вам урожай. Давайте встречаться, давайте общаться на просторах интернета. Канал YouTube Урожайной Грятки РФ. Удачи вам! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!